девочки красавицы всем добрый день здравствуйте спасибо огромное во первых хотел сказать вам за обратную связь поэтому решила записать еще один влог поняла что есть люди которым интересно и нужно смотреть такие ролики а мне соответственно хочется снимать поэтому мы с вами нашли друг друга и сегодня во первых начну свой день и это видео с приготовления оладьев я почему-то все время делаю блины делаю панкейки а вот оладьи такие старые добрые у не делал уже тысячу лет на кефире именно поэтому сейчас попробуем вспомнить рецепт и испечь мальчишкам а потом покажу немножко покупок было из магнит косметик и рубль по дальше где еще было еще по магазинам немножко там поездим посмотрим по ценам что есть что открыто что закрыто в общем такой расслабленный будет влог может быть не такой насыщенный как предыдущий но тем не менее вот поэтому приятного просмотра и давайте приступим к приготовлению оладушков разбиваю одно яйцо и добавляю две ложки сахара далее немного в микроволновке подогрею кефир чтобы он стал теплым далее добавляю муку тесто получается очень густое так оно и должно быть добавила пол чайной ложки соды пищевой сюда чтобы немного ванили и посолила еще раз перемешиваем тесту надо немножко постоять и насытиться кислородом а я пока что вам покажу что приобрела вчера магнит косметик если вам интересно заехала зачем-то одним нужно не был карандаш для губ и столько с карандашом я конечно не вернулась мне дали такой но необычно да всегда дают журнал их кстати неплохой весьма потому что здесь какие-то интересные рецепты есть можно посмотреть полистать с картинками с интересными ну а когда журнал перестанет быть нужным то можно использовать его бумагу вырывать листочки там для чего-нибудь сейчас это актуальная тема так поэтому если вам буду давать журнал то не отказывайтесь от него первое что приобрела вот такой гель отчащий для лица не нужно душ баню важным является аромат здесь он достаточно приятный ненавязчивый ну в общем так как и усилий некий не вея единственное что неудобно конечно пользоваться таким форматом удобнее когда помпа но там хорошая была цена 50 процентов больше объем по моему на скидке было и вообще стараюсь все брать на скидке если есть возможность батиста сухой шампунь но знаете всякие разные бывают моменты в жизни когда нужно быстренько освежить голову омыть ее не охота у меня волосы длинные до этого брала шанту сухой шампунь мне он не очень понравилось там первого был какой-то жуткий аромат вот этот вот вроде бы должен быть без всякого запаха и батист мне нравится все таки больше и и также именно вот эта серия была на скидке стоила не очень дорого я помню что я когда-то сто лет назад покупала шампуни рублей за 600 сейчас по моему он около 300 стоит что-то дешевеет как это ни странно вообще конечно стилисты по волосам предлагают наносить сухой шампунь не тогда когда голова грязная стала а наоборот на чистые волосы для увеличения объема но я на чистые волосы вообще не люблю наносить ничего и использую его чисто для того чтобы освежить немножко корни но перед как случается но всякое бывает вот такие вот крабики я их очень люблю я делаю когда гульку топ закалываю вот как раз такими крабиками они и вот такие коричневые стоит около 100 рублей они все время правда ломаются хотя вот эти именно достаточно прочные то этого я покупала другой фирмы вот они ломались очень быстро эти более или менее но не знаете теряются тоже постоянно еще что-то зубочистки это не интересно хотя знаете мы купили зубочистки достаточно много большую партию а сейчас я вам покажу вот вот кто бы мог подумать да что может быть такой подвоз с зубочистками они посмотрите какие толстые просто огромные огромные жирнючие из них можно дом строить я обратила внимание и взяла конечно же более тоненькие но во первых это и удобнее более тонким пользоваться правильно смотрите разница какая а во вторых зубочистки помещая вот в такую вот чудесную емкость из кюхенленда и сюда они толстые не помещаются поэтому приобрела более тоненькие но в общем имейте ввиду что вот такие зубочистки тоже бывают опасайтесь их ну и в общем то то зачем я шла это тушь взяла в этот раз от vivienne собой она чуть дешевле чем остальные все туши но здесь есть тоже подвох она достаточно быстро заканчивается еще несколько покупок это уже из рубль бума и из риф гош в риф гош я заходила хотел купить карандаш для губ которым я пользуюсь самый любимый гош 0 2 оттенок но к сожалению этого оттенка нигде не оказалось ни в одном риф гоше он только там представлен этот карандаш и ты и эта фирма если я не ошибаюсь на замену выбрала папа и что удивительно стоимость этого карандаша такая же как было у гош то есть цены выросли примерно в два раза вот не меньше точно раньше он стоил гораздо дешевле гораздо качество у него неплохое но конечно с кошем не сравнится все таки хотя тоже в общем-то стойкие но немножко подсушивает губы все одна тушь в общем я решила взять на всякий случай потому что ну кто знает цены растут со страшной силой вдруг еще дороже будет пускай лежат две штучки на запас и также взяла два своих любимых блеска я им все время пользуюсь мой самый любимый этот вот этот 110 и вот этот вот он пола по розовее понежнее но тут прям совсем нюдовый он вот этот немножко дает такой разорозоватость губам очень мне нравится они увлажняют конечно не стойкие они но так приятно очень уважаться и кубы делают ухоженными жалко что в этой линейке мало оттенков в общем-то носибельные вот эти вот только два остальные все с блестками идут и какие-то выбеливающие наоборот темные слишком а вот эти вот самые-самые такие ходовые поэтому если ищите что-то такое то имейте ввиду если я сейчас чувствую ощущаю блогером из 2010 года которые показывали про косметику который я раньше с удовольствием смотрела и это еще не все вот еще такое блюдо мне очень понравилось в магнит косметика как ни странно она стоила 300 рублей и не отдали со скидкой 30 процентов мне к сожалению чекки вроде бы хотела сохранить но не сохранила в общем мне кажется что достаточно неплохая цена смотрится очень здорово наподобие вот этих всех вещей языке для фруктов например для хлеба такая вот отличная мисточка и смотрится в интерьере здорово также из новинок вот такие коврики мне понравилось здесь рисунок такой плеточный но в общем я люблю такое и пощупала вроде бы качество тоже неплохое с обратной стороны прорезиненный коврик скользить не будет соответственно для санузла и сейчас положу их на место коврики небольшие легко будет за ними ухаживать мне кажется и вот так это смотрится достаточно симпатичные приятные на ощупь вот такая вот красота но вы уж извините что я вам туалет показываю и да стирать можно при 30 градусах оладушки поджарились буду выкладывать их на тарелку смотрите какой толстенький вот так выглядит внутри все пропеклось достаточно вкусно на мой вкус еще бы сахарку чуть-чуть но это не проблема это сверху можно какой-то топик соответственно добавить с этого количества ингредиентов примерно получается вот столько оладьев но они конечно оладьи не оладьи больше похожи прям на пирожки такие толстенькие жирненькие в отличие от панкейков конечно здесь масло прям достаточное количество я довольна результатом немножко как будто бы дольше и дело даже чем блины но может быть то что я очень давно это не делала поэтому с непривычки так кажется можно добавить сметану я буду есть вот таким варенье мне очень понравилось она с клубникой как настоящая как бабуль моя делала и скучно молоко для мальчишек наверное буду их свать будем завтракать приятного аппетита если тоже перекусывайте смотрим что работает работает в общем-то достаточно много магазина что глорио джин закрыта лорезин закрыта какие-то небольшие магазинчики работают конечно ушли в общем-то только видимо сетевики крупные лего кстати говоря тоже работает козь и холм здесь кое-что уже есть яйца онкет огромная к празднику пижамке такая вот стоимость но вообще по ценам заметно рост раза в два как минимум цены увеличились мне прям это супер заметность стала хов работает нравится меня такие вот приборы стаканчики подписаны на многие профили с домашним обустройством декором там часто такое представлено иду посмотреть декор в кофе всегда он симпатичные красивые вазочки и много цветов боюсь я что цены здесь будут кусачи они в общем-то всегда здесь такие а теперь и подавно наверное посмотрим вот такие вот мне понравились цветочки горе опсис вот и вазочки всякие-всякие очень красивые мне прям вот очень нравится вот такое что-то в каком-то таком немножко индийском стиле он кстати цена смотрите хорошая со скидкой и такое тоже мне нравится такой листик здорово смотрится белым в черном красиво было бы поставить например два листочка кстати я думала что некий деревянный они нет керамический еще мне понравились вот такие кактуса тоже не тяжеленькие смотрится красиво пойду зайду в кихин лэнд вдохновлюсь как обычно всякими их поделками симпатичными к пасхе обычно у них что-то есть всегда зайца золотые вы смотрите какая красивая подушка расшитая не совсем передается на смотрится очень красиво вот эту футболочку понравилась мне в твоем понравилась картинка но качество не очень цены вот такие это просто невиданные цены для твое стимул это еще даже и скидка к тому же или наоборот но в общем наклеивают ценники один на другой постоянно их меняют и стоимость самых тоже базовых обычных маяк выросла тоже 2 а то и больше 1 де-факто вот такие симпатичные рубашки конкретно просто зеленая на свет здесь еще не передается хокква также заехала в фикс прайс обычно я туда заезжаю за каким-нибудь декором посмотреть что-то интересненькое но не сейчас сейчас знаете ли губки чистящие средства химия пока все сильно не подорожало потому что фикс прайс держит цену все таки и есть возможность если то нужно что-то приобрести потому что шампунь например от понтина уже вся продукция в общем-то проктор энд гэмбл подорожала чуть ли не на там 50 процентов вот поэтому если где-то есть цена старая то надо брать губки тоже там неплохие я все время уберу нормальные губки вот такой вот увидела впервые кажется удобно ей будет тереть вот такие садовые крючки мне нужны для хранения выкройка как бы это странно изучала у меня тоже такого видео еще пока что не было но я его готовлю обязательно покажу каким образом я храню свои выкройки вот такой лоток приобрела хорошего качества у них вот эти от пластиковые лотки по моему это одна из новинок мне нужно холодильник такую и не одну вот она взяла попробовать просто посмотреть ну вот так там есть разные размеры есть побольше поменьше с крышкой это то что хозяйстве мне кажется сюда сгодится резинки вот именно вот эти мне нравится очень они не распускаются не терять свой внешний вид не растягиваются вот именно вас такими штучками есть разных цветах вот эти прям очень и очень хорошие куда мне деваться время резинки я понятия не имею ванишь тоже по очень хорошей цене там было весеннее пасхальное у них там коллекция появилась полным полно всяких разных яиц но у меня пока что строение особо нету для этого кроме того мне очень много декора с прошлого года осталось мы с вами делали вместе взяла вот такие салфетки кстати салфетки говорят тоже должны подражать потому что с бумагой проблема с краской с белой но не знаю насколько это правда не буду вас пугать и страшить ну вот если есть возможность приобрести по хорошей цене можно взять на одну-две побольше и вот такой еще коврик взяла мне вверх подрался здесь очень цвет взяла под ноги в гладильную во время глажки будет стоять на чем-то таком мягеньком и симпатичным и и также мы сейчас в гараже как раз находимся и для гаража я взяла вот такой вот набор попробовала уже потестила в общем-то неплохо все работает вот так что тоже хозяйстве сгодится и может вот так вот постоять ну и основное зачем я ездила это вот за этой поставкой для приборов но у меня здесь она используется будет соответственно не для кухонных принадлежностей а для каких-то таких целей но она еще не заполнилась и салфетки там что-то такое положила прямо как раз как раз стало то что нужно в этом плане экспресс конечно молодцы как всегда можно найти что такое для хранения и еще немножко бисерных историй хотел показать давненько у меня особо ничего не было вот сережки до последние тела я разбираю все свои сокровища и кое-что уже выставила на продажу в своем аккаунте magdance girl shop в инстаграме поэтому если кто-то что-то хотел то тоже заглядывайте добавляйтесь вот такая бросочка одна из стареньких мне ее всегда почему-то жалко продавать но наверное тоже выложу вот эту птичку сейчас я буду упаковывать уже полетит она к своей хозяйке так еще у меня есть здесь что жучки и меню на общем то все все эти брошечки мы с вами знаем все мы их с вами делали видели как раз самое время потому что весна курточки пальто и так далее мне кажется на верхней одежде очень здорово брошки будут смотреться так вот такая вот мне тоже кстати очень нравится классическая такая более несколько сережек такие такие тоже очень нарядные они а кстати тоже есть моноселька от этой броши очень красивая ну в общем вот такие вот у меня драгоценности поэтому проходите пожалуйста мой магазинчик если не были там ссылку оставлю внизу в описании и девочки закончила это видео сегодняшняя распаковка и своего декора пасхального какой-то у меня этот ролик получился с небольшим количеством меня в кадре и совсем мало творчества в нем было надеюсь что вы меня за это простите больше как-то покупку в этот раз получилось ну вот напишите что о чем вам больше нравится смотреть во влогах и обязательно это приму к сведению и учту также не делая никакой пасхальный декор весенний в этом году меня совершенно не было на это настроение вот но тем не менее что-то у меня осталось конечно от прошлых лет в прошлом году не помню я много чего сделала давайте вместе посмотрим как это все сохранилось о кролик мой слушайте мне так нравился в прошлом году такая вот крольчатина очень симпатичная очень нравилась вот эта композиция тоже она неплохо сохранилась немножко ветки здесь можно поправить а так в целом весьма весьма неплохо мы с вами все это делали все есть ролики если вдруг не видели у меня есть отдельный пасхальный плейлист я оставлю ссылку внизу в описании так что тоже заглядывайте и девочки поздравляю вас наступающим праздником пасхи всех православных кто если отмечает кто справляет желаю вам здоровья конечно же мирного неба это сейчас не пустые слова не пустой звук и побольше доброты нам всем по отношению друг другу это сейчас очень очень важно скоро у меня будут и бисерные видео и швейные видео тоже уже готовы и также будут влоги я наверное уже мы переместимся с вами на улицу многие просили каких-то больше садовых зарисовок все обязательно будет но при условии что вы будете тоже активны и поэтому пишите ваши комментарии ставьте пальчики вверх всего вам самого-самого доброго всем пока пока